Специалисты советуют южноуральцам научиться самим высчитывать кадастровую стоимость дома, гаража или квартиры. И в случае обнаружения ошибки добиться ее исправления. Как это сделать, расскажет юрист Николай Попов. Он на прямой связи с нашей студией. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, из чего складывается кадастровая стоимость недвижимости? Кадастровая стоимость недвижимости складывается из многих аспектов, в том числе и места расположения, объема, естественно. То есть, если говорить о земельном участке, то это площадь земельного участка. Естественно, помимо каких-то коэффициентов, которые применяются для районов, населенных пунктов, еще есть аспекты по категории расположения. То есть, это либо земли для производственных объектов предназначенные, либо это земли предназначенные для поселения. Сегодня губернатор дал поручение Миномыществу объективно провести оценку кадастровой стоимости. Какая налоговая нагрузка для граждан будет оправданной? Относительно оправданности, ну, конечно, если это будет какая-то минимальная стоимость, возможно, даже и оплата эта будет формальной, да, формализованной. То есть, нужно понимать, да, что это дополнительная нагрузка по содержанию своей собственности для граждан. Соответственно, если это будут минимальные суммы, граждане будут и платить проще. Опять же, да, то есть, у нас любая недвижимость, любая собственность, она предполагает внесение расходов. И они складываются в том числе и из коммунальных платежей. А тут, получается, дополнительно возникает налог на имущество. Естественно, если кадастровая стоимость будет существенно завышена, это повлечет и большее бремя. Поэтому, мне кажется, здесь нужно исходить из плательщиков. То есть, если это, например, граждане, то, конечно, лучше, чтобы оплата была намного, ну, минимальная. Если это идет речь о каких-то коммерческих субъектах, тогда, конечно, здесь уже нужно применять принцип оценки индивидуальной. То есть, если объект недвижимости приносит какую-то существенную прибыль, да, можно действительно и завысить его кадастровую стоимость до определенных разумных пределов, чтобы это опять не повлекло каких-то небытиных последствий. Почему пенсионеров могут освободить эту плату земельного участка по гаражам? Ну, я думаю, что в первую очередь это связано, опять же, с льготной политикой относительно пенсионеров, естественно. Я думаю, что никто не будет возражать, что пенсионеров освободят от каких-то дополнительных плат. Опять же, гаражи, ну, предполагают наличие транспортного средства. Соответственно, транспортное средство, оно обеспечит возможность передвижения для пенсионеров. Дополнительное бремя на гаражи влечет, собственно говоря, и проблемы с этим транспортным средством. Поэтому, в принципе, здесь вполне все логично. Как поступать гражданам в случае, если им кажется, что кадастровая стоимость их объекта завышена? Можно дать только рекомендацию, что если возникла какая-то ошибка или они чувствуют, что их стоимость конкретного объекта недвижимости завышена, обращаться к оценщикам, просить их оценивать их имущество и в дальнейшем обращаться в суд с тем, чтобы уменьшить стоимость. Естественно, если это сделать на первоначальном этапе и сейчас, когда будут проводиться мероприятия, это будет, конечно, идеально, если внимательно и более детально к этому подходить. Потому что нагружать лишний раз в суды исками о переоценке кадастровой стоимости, в принципе, это, конечно, никому не нужно. Поэтому одна только, может быть, даже и просьба, и от нас, юристов, пожалуйста, проводите максимально точно и сильно не завышайте. Спасибо. А я напомню, с нами на связи был юрист Николай Попов.